Всем привет! Еще раз примерчик по клину. Просто на просто примерчик со штампиком. Так, японский выключаем, включаем этот слой фон, где мы будем чистить. Включаем штампик, а у нас есть галочка на вкладке выравнивания. Смотрим, тут у нас текстурка полосками идет, поэтому постараемся, чтобы эти полоски не съезжали. Вот так вот. Раз, буковку удалили. Два буковка, почти удалили. Тык, все, удалили. Ура, первый лук почистен. Следующее, вот здесь у нас. Если я возьму отсюда кусочек, возможно, будет слишком часто повторяться и будет как-то, ну не знаю, посмотрим, короче. В общем, смотрите, здесь у нас два варианта. Либо мы возьмем кусок отсюда, вот эту вот полоску, и будем стамповать уже влево. Здесь у нас есть опасность в том, что вот здесь у нас места очень мало, и вот эти пиксели будут очень часто повторяться, и вот это вот повторение такое частое будет заметно. Но у нас есть здесь русские буковки, которые это повторение можно сказать закроют полностью. Так что, скорее всего, я вот это отсюда и возьму кусок. Еще второй вариант взять кусочек отсюда, но здесь у нас ошибка может быть в том, что у нас снизу цвет чуть-чуть светленее, чем сверху. Получается, переход, по идее, должен быть плавненький, вот этот вот из темного в светлое. И если мы возьмем кусок отсюда, ставим его сюда, то получается, что переход будет слишком резкий из темного светла. И, так сказать, из двух злов выбираем меньше, и еще плюс ко всему, первое зло у нас будет перекрыто русскими буковками, поэтому я выбираю первый вариант. Штамповать буду вот этот кусок. Беру отсюда и буду штамповать его влево. Так, Alt, вот это будет начальная точка, и поехали вот сюда. Стараемся, чтобы полоски у нас были в нужных местах, и уже я вижу первые отстампованные куски. То есть раз у нас кусочек такой, два и три, да, если продолжу. Четвертая такая точка, пятая такая точка и шестая такая точка. Здесь я потом пальчиком размажу. Пальчик у нас, у нас, по-моему, пальчик без горячей клавиши, да? Да, пальчик без горячей клавиши нету. Аккуратненько вот так вот, раз, два, три, размазали. И теперь эти отстампованные куски у нас пропали. Так, с пальчиком должно быть аккуратненьким, потому что у нас здесь очень гладкая, а здесь такое все-таки ребристое получается. Поэтому пальчиком употреблять тоже нежелательно. Так, эти русские буквы мне мешают, давайте мы их выключим. Где они у меня? Так, буква Т, вот это вот оно, выключайся. Штампик, буква С, штампик. Я пытаюсь выучить все эти самые горячие клавиши. Так, здесь тоже самое есть, у меня вот раз, кусок, два, три, четыре, и тут все, пятый пошел. Но вот так вот здесь у нас будут русские буковки, то я даже пальчиком работать тут не буду. И так все прекрасно. Так, включаем обратно наш русский текст. И вуаля, все прекрасно выглядит. Здесь у нас буквально там парочку кликов нужно. Раз, два, раз, два. Здесь то же самое. Отсюда возьмем. Сюда, сюда, и вот так. Готово. Так, где у нас еще звуки были? Тук-тук тоже. Здесь, видите, тоже у нас сверху светлое, снизу темное, поэтому стараемся брать, если, допустим, мы хотим закрасить этот кусочек, то стараемся брать цвет с этого же горячего, кстати, горизонта, с этой же высоты. Отсюда берем, сюда вставляем. Чтобы этот самый градиент, он у нас не съезжал, так сказать. Так, это вот сюда. Первый тук готов. Второй тук, вот здесь посложнее, конечно же, но тут, в принципе, не такой уж и резкий переход идет. Здесь просто на посту полоски чуть-чуть миш постампуем. Здесь вот это сюда немножко постампуем. И вот эту рамочку сюда отстампуем. А вот ого. Давайте тут еще кусочек, вижу, вот этот вот убрать. И последнее вот это. То же самое. Из темного светлое стараемся брать начальные точки на той же самой высоте, что и хотим заштабовать. То есть, если я хочу заштабовать вот этот кусочек, я беру где-нибудь отсюда, допустим, подальше, да, и спиртастую сюда кусок. Вот так вот. Если я возьму кусочек, допустим, отсюда, то у меня будет повторяться вот эта вот точка, которую, а я повторений таких вот не хочу создавать. Поэтому беру кусочек, как можно дальше от того места, где я буду штамповать, чтобы у меня одинаковые куски не были так сильно заметны. Ну, в принципе, на этой страничке все, сохраняемся. Идет сохранение, все закручаем. Поехали дальше. Здесь у нас почти что-то все стереть только надо будет, да? Да, давайте ластик возьмем и стираем ластиком просто-напросто. Все, что лишнее лазит. Так, помимо ластика, тут у нас есть еще пару дырочек образовалось в этом самом, в картинке. Ее мы будем дорисовывать. Это вот так. Берем кисточку, не такую толстую, конечно. Два пикселя будет достаточно. Сначала вот эту вот дорисуем кусочек, вот чуть-чуть буквально. Потом черненьким цветом. Эть. Стараемся ровненько. Не так, как я. А то какая-то рука получается кривая. Ох, почему такие руки кривые? Почему я прямую луку близне могу сделать? Опять не так. Во, получилось. И вот здесь. Эть, во. Супер. Готово. Сохраняемся, заключаемся. Следующая, последняя. Нет, еще предпоследняя, еще здесь у нас чуть. Ох, здесь у нас что? Здесь у нас штампиком отстамповываем прямую линию. Сейчас включаем фон. Отстамповываем прямую линию. Попытаемся попасть в нужный угол. Под нужным наклоном. Идем. Здесь буквально пару пикселей. Раз, два. Супер. Здесь у нас эта линия, по идее, должна будет проходить вот здесь. И ее будет видно. Поэтому давайте букву Б пока что выключим. И уже снемся, потому что у нас ничего не видно. Так, давайте вот отсюда попробуем. Наклон будет такой же же должен быть, да? Поехали. Должно попасть. Должно попасть. Вот это попалось. И тоже попало. Супер. У нас получилось отстамповать что надо. Так, вот это у нас давайте тоже доделаем. Но не до конца, потому что здесь у нас темнее идет. Все же текстурка. Эту текстурку отсюда штампуем. Так, вот этот кусок перекресток нам будет не нужен. Пытаемся его тоже заделать. Вот, вот так. Это у нас отсюда штампуем кусочек. Вот. Готово. Так, что у нас еще там влазит? Вот это вот влазит. Это легко. Это вот так вот раз, два. И вот это вот раз, два. Готово. Так, вот это вот нужно. Снова полосу провести дальше. Снова попадать под нужный угол. Вот так. Готово. Сейчас лишнее убежем. Так, с этим готово. Внизу. Внизу поехали отсюда. Так. Лишнее угол. Так, здесь у нас что? Непонятно что, честно говоря. Вот как-нибудь вот так. Да? Вот это. Вот это. Давайте отсюда кусок возьмем и его вот так вот штампуем. И вот здесь то же самое. Так. Готово. Первое. Делали. Еще буковка М у нас тут стоит. Буковка М. Ну, в принципе, я думаю, как это делается, понятно. Просто-напросто берем похожие участки и их отштамповываем в нужное нам место. Так. Стараемся найти линии, которые будем продолжать еще. Допустим, эту линию можно, я думаю, не до конца проводить. А вот где-то сюда. Меня предлагает компьютер. Вот. Вот здесь вот у нас водичка. Стараемся ее затекстурить приближенным текстурой, которая у нас есть. Так. И вот здесь еще. Что ж такое? Что он мне так логуче берет в начальную точку? Вот. Еще у нас здесь есть вот эти полосочки. Их можете либо кисточкой, либо же пером сделать, либо же тем же самым штампиком. Упс. Я не так поставила. Уже видно. Пытаюсь найти нужный наклон. Вот так, примерно. Раз, два, три. Это тоже под таким наклоном можно сделать. А вот эту полоску... Хотя тоже сойдет. Вот так. Раз, два. Вот эту полоску придется взять по новой. Потому что она слишком близко посажена к этому, к краюшку. Вот. О, господи, как тут далеко видно-то. Ну, вот так вот пускай она будет. Супер. Осталось вот это. Это у нас волосы. Отштамповываем текстуру волос. Стараемся лишних полосочек не отштамповывать. Если вы отштамповали лишнюю полоску, то уберите ее, пожалуйста. Потому что если вы клинер, если у вас в команде клинер и ретушер, это две разные личности, то ретушер потом, в конце концов, запутается, какая полоска принадлежала к оригиналу, какую полоску нужно оставить, какую полоску нужно убрать. И это просто адски сложно. Он будет вас ругать всеми словами, которые он только знает. И даже если он матные слова не знает, то он их узнает. Так. И вот это нужно еще вниз провести. Как-нибудь вот так, наверное, да? Да, вот так. Вот. Последний штрих. Это у нас нужно вот эти волосики уже кисточкой отрисовать. То есть у нас появляется line art. То есть до этого мы работали только штампиком. И тут, наконец-таки, мы берем кисточку и делаем line art. Так. Не скривить бы еще. О, получилось более-менее даже с первого раза. Во. О, супер. Line art вышел. Отлично. Сохраняемся. Выключаем. Получую картинку отодвигать не буду, потому что... Потому что уходим здесь нет. Так. Поехали. Последнее, что у нас осталось. Это вот этот вот звук. 11 минут через видео. Ну, давайте сделаем. Я думаю, тут недолго. Раз, два, три. Раз, два, три. Тык-тык-тык. Это кран какой-то. Честно, не знаете, как он должен там выглядеть. Но думаю, что это сделало. Это очень даже ничего. Вот это. Этот кусочек отсюда. И еще тут пару пикселей. Вот так. Все. Этот готов. Осталось последнее вот это. Так, здесь у нас идет ластик-ластик. У нас эрейсер. Буква Е. Ну, тут тоже. Даже не знаю, что тут сказать. Какие комментарии тут провести. Сначала стираем. У нас там был этот самый звук с внешним свечением. И это внешнее свечение тоже нужно все стереть полностью. Полоску доштампуем. Вот так. Здесь можно оставить. Здесь текстурку отштампуем. Вот эту. Тут нужно будет сделать лайн-арт. Видите? Где у нас пуговка B? Вот это вот. Раз. Текундочку. Еще разок. Раз. Лайн-арт готов. Снова включаем ластик. И поехали дальше. Вот здесь лишнее немножко. Тут я не понимаю. Ну, это так вот. Это вот все лишнее. Здесь у нас все. Вот этот кусток лишний. Так, надо кисточку, ластик поменьше взять размером. Вот это все сотрем. Ластик возьмем поменьше. Вот здесь пройдемся. Здесь нужно будет лайн-арт. Ой, что мы. Лайн-арт сделать, да? Где у нас великий лайн-арт. Опа-на. Готово. Так, вот это здесь тоже лайн-арт там сделаем. Не штампиком, а лайн-арт. Почему? Потому что прикольно звучит. Вот так вот. А вот здесь надо штампиком. Текстурку отштамповать. Давайте отсюда кусочек. Вот таким вот... Ой, слишком много. Вот таким вот способом. Так. И последнее. Давайте все-таки вот здесь вот немножечко... Упс, нет. Упс. Буквка Б мне нужна. Это Б? Это кисточка? Взми кисточка. Вот кисточка. Вот так вот. И последнее вот это вот стереть. Так. Ага, вот что дело. Нужно побольше просто-напросто. Семелочка, восьмелочка. Ну, в принципе, и все. Это будет такие паточку примеров. Пыталась я как-то какие-то комментарии ставить. Надеюсь, таки, было интересно, полезно и более-менее понятно, что произошло. А, ну тут тоже надо лайн-арт сделать. Сейчас, секундочку. И все. Еще один лайн-арт. Великий и могучий. Упс, не тот цвет. Черненький, пожалуйста. И... Ту-нс. Кривое получилось. Давайте попробуем. Так, еще разочек. Дубль два. Оп. 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 Опять кривой. Что ты будешь делать-то? Вот так лучше, вот так лучше. Все, супер. Готов наш клин. Всем спасибо за внимание и удачи вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!